Всем привет! С вами Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. Сейчас я нахожусь на сайте Межрегионального фонда «Содействие развитию», где мне сообщают, что я могу за 3 минуты проверить свой СНИЛС на наличие выплат со стороны частных страховых фондов. Согласно постановлению правительства Российской Федерации 29 декабря 2018 года, частные страховые фонды обязаны предоставить отчетность в ведомственные органы по страховым начислениям гражданам Российской Федерации, а также резидентам других стран, находящиеся временно или постоянно на территории России, равно как и за ее территорией, но осуществляющие деятельность, в том числе и через интернет, прямо или косвенно относящуюся к получению доходов в Российской Федерации. Это, конечно, полная чушь, потому что выплачивать какие-либо деньги гражданам другой страны российское правительство явно не собирается и не будет. Зачем платить другим людям из других стран? Такого, конечно же, не бывает. Мы не какие-то супернуждающиеся люди. Мы не голодающие в Африке, чтобы нам платить помощь. Допустим, я не в Российской Федерации, и на самом деле, конечно же, никакие выплаты мне не могут быть положены. Тем более, у меня даже нет СНИЛС. Давайте проверим, попробуем и посмотрим, что мне здесь пообещают. Сначала просмотрим весь сайт. Здесь указан только адрес, но нет никаких реквизитов. И, конечно же, на официальном сайте Госуслуг мы ничего не найдем в промежрегиональный фонд содействия и развития, потому что это вымышленный фонд. Здесь есть пользовательское соглашение. Давайте посмотрим отказ от ответственности. В соответствии с действующим законодательством администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться и отказывается от ответственности в отношении сайта. Ни при каких обстоятельствах администрация сайта не будет нести ответственности ни перед какой стороной за какой-либо прямой, непрямой, особый или косвенный ущерб. То есть здесь нам черным по белому написано, вернее по голубому, что администрация снимает с себя все виды обязательств и ничего нам не гарантирует. Давайте протестируем сайт, проверим. Здесь нужно ввести номер, ничего вводить не буду. Выполняется процесс поиска баз с начислениями. Нужно дождаться его окончания. И уже находятся какие-то записи, суммы находятся. Откуда они могут находиться, если я ничего не указала, никакой номер. Общая сумма выплат составляет 120 до 1796 рублей. Просто чудесно. Нажму получить деньги, но, конечно же, получить мне их не удастся. И сейчас вы увидите почему. Подключение к свободному оператору. Очень люблю вот такие вот имитации общения с оператором, которого на самом деле, конечно же, нет. Написать ему я ничего не могу. Это просто текст, заготовленный заранее. Для доступа к базам страховщиков, единая платформа взимает фиксированную плату, которая для меня составляет всего лишь 350 рублей. И все, я попадаю на страницу оплаты, где меня никто не спрашивает. Оплачивать я должна это самостоятельно, либо же мне вычтут эту сумму из денег, которые мне причитаются. Но суть остается одной. Платить нужно и прямо сейчас. Конечно, это настоящий развод. Но, чтобы вы не сомневались, я сейчас приостановлю видео и оплачу данный платеж. Платеж я оплатила. Запущен процесс выплаты. По начислениям мне нужно следовать инструкции. На данный момент доступно 120 на 1796 рублей. Мне нужно согласиться на выплату. Конечно же, я соглашаюсь. Продолжается процесс выплаты по начислениям. И сейчас мне опять что-то оператор сообщит. И сейчас мне нужно подтвердить свои личные данные. Для этого мне нужно опять совершить платеж в размере 450 рублей. Нет, конечно же, мне не нужно здесь прикреплять какие-то сканы, фото моих документов. Нет, нужно опять платить. И таким образом я каким-то чудом подтвержу, что я это я. Бред, конечно, полный, но платить уже 450 рублей я не буду. Я думаю, все поняли, что здесь просто с нас выманивают деньги. Межрегионального фонда не существует содействия развитию. И, конечно же, выплачивать нам некому. Тем более, я не гражданка России. Мне эта выплата явно не положена. И, тем более, я не вводила никакого номера СНИЛС. На сайтах подобных всегда обещают деньги. Вот есть, кстати, еще сайт, на котором якобы есть статья об этом. Но это, конечно же, тоже не настоящий новостной сайт. Поэтому все здесь настоящий развод. И не верьте тому, что написано. С вас просто будут выманивать деньги. Сайт однозначно не советую. А советую быть всегда осторожным и всегда быть на чеку. Мошенники не дремлют. С вами на связи была Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. Всем пока!